Вечер в хату, уважаемые! С вами проповедники мира Вархаммер. Давайте сегодня поясним вам за Огренов, поведав о их происхождении, особенностях и постараясь их фактифицировать по видам. Огрены являются подвидом людей, появившихся в результате выживания на планетах с гораздо большей гравитацией, куда более высоким содержанием кислорода и более срываемыми условиями, чем на Терре. Например, сваты, жившие в исходных условиях, с высокой гравитацией, стали куда ниже роста, а Огрены стали значительно сильнее. Дело в концентрации кислорода на их родных планетах. Система миров Огренов изначально использовалась как миры-тюрмы, и когда они были приседаны к империуму после эры Раздора, обнаружилось, что суровые условия обитания сильно изменили обитатели этих планет. Внешний вид Огренов можно вкратце описать как «очень крупный, крепко сложенный человек». Они достигают роста 2,5 метра, и по меркам людей очень грустно. Они в короткие и мощной конечности, а ладони большие и вынесут неуключен. Из-за воздействия неблагоприятной среды на протяжении многих поколений, Огрены полностью отсталые. Их интеллект и уровень психического развития в целом значительно ниже нормальных для человека, ограничивая их возможности. С другой стороны, это обуславливает повышенную исполнительность и лояльность командиров со стороны Огрена. Огрены официально приписаны в составу Милитарум Ауксиле, специализированному подразделению Астромилитарум, которое содержит большинство подразделений нелюдей, используемых империумом. Огрены – огромные бугаи, колоссальная сила которых вошла в легенда по всему империю. Как правило, в бою Огрены играют роль в штурмовых подразделениях ближнего боя, где их размеры, решительность и отсутствие воображения дают значительное преимущество. Они калашматят врага, дабя мелкоту в кашу широкими взмахами своего массивного оружия. Они выживают после десятка ран, смертельных для обычного человека, и обращают внимание на огонь стрелкового оружия не больше, чем на назойливую мошкару. Огрены – тупые и громилые на все угрозы, отвечающие крайней жестокостью и чрезмерной силой, даже если этого и не требуется. Огрены являются прирожденными бойцами, но ввиду своей пресловутой глупости практически не поддается обучению. Поэтому Огренов зачастую сразу отправляют в войска, где из них формируют грозные вспомогательные части. Давайте поговорим, какие же виды Огренов существуют. Первый вид – это башковитные. Немногие Огренов, приюлившие зачатки инициативы интеллекта, становятся главными кандидатами на проведение аугументирующей хирургии мозга, позволяющей повысить их интеллектуальную мощь до уровня, на котором их способность осознавать основы тактики и стратегии эквивалентно-способности восьмилетнего человеческого ребенка. Название «башковитый» пошло от аппемиатуры БАШК – это сокращенно биологически аугментированное шунтирование коры головного мозга. Но те, кому провели это самое шунтирование, с большой гордостью ведут на битву своих сородичей неледей. Второй вид – вышибалы. Несмотря на то, что каждый огрен способен задать врагу жару рукопашной, в результате этих исполинов встречается особенный вид вышибалю из врага, ломать кости, рвать тела в прочее. Такие вышибалы обычно идут в авангарде, постоянно стремясь ввязаться в драку и биться с любыми попавшимися под руку врагами и любым оружием. Таких огренов всегда увидишь в гуще битвы, где они расшуриют врагов чудовищными ударами здоровенных кулаков, огромных дубин и другого оружия. Третий тип на сегодня – это пушкари. Пушкари – это особенно крупные огрины, чьи бугрящиеся мускулы и огромный рост позволяют таскать большие орудия. Так же, как обычный солдат носит лаз-винтовку и не обращать внимания на сокрушительную отдачку. Встречаются и силачи, что могут стрелять из своих пушек на ходу, спеша в бой и попутно слушат для гвардейцев перед звездной огневой точкой. Зажжав пуск, пушкари не прекращают огонь до тех пор, пока не кончатся боеприпасы или враги. Следующий вид – быкоогрины. Самые могучие и крепкие огрины часто служат в особых штурмовых частях, а бойцов таких частей именуют быкоогрин. Они сооружают в себе защитные доспехи из подручных частей, старых дверей, танковых траков и даже автомобильных покрышек. Примитивные, но надежные и убойные штурмовые приспособления являются грозным оружием в руках быкоогринов. Некоторым из них выдают силовые булавы и щиты здоровяк, похожие на примитивные баклеры. Другим – простые, но эффективные плиточные щиты. Смыгая их, солдаты-великаны образуют передвижное укрытие, шагающую стену для своих идущих в наступление товарищей. Из всего вышеперечисленного можно сделать все следующий вывод. Окрены – не мутанты, а особый вид людей, сила и выносливость которых весьма ценятся в рядах гавардии. Спасибо за просмотр. Присоединяйтесь в наши ряды.